Обзор своих папоротников я решил начать по алфавиту с буквы А. А на букву А у меня есть асплениумы, правда немного, поэтому видео будет достаточно коротким. Вот два самых крупных асплениумы, которые у меня есть. Я тут сегодня нашла статью такую интересную про асплениумы с описаниями видов и сортов. И понимаю, что у меня вот это представители, скорее всего, вида асплениум антик. Оно вправе может быть и видонидус, это гнездо, от слова гнездо. Хотя в магазинах, супермаркетах, не особо следят за сортовой принадлежностью, напишут асплениум, да и радуйся. Это же не ботанический сад, вам сами разбирайтесь. Но вот это, по крайней мере, точно асплениум ураган. У него еще есть литинское название, подпишу, но в принципе торговое название ураган. Вот такой вот кудрявый, закрученный асплениум. А вот тут у него гнездышко. И вот у этого очень такое четко обозначенное гнездышко. Мы тут с Ириной думали, может быть вот это спороносные вайки выходят. А может просто новые вайки. У папоротников, у некоторых видов вайки бывают двух разных предназначений, так сказать. Одни плодивитые, спороносные, а другие стерильные. Вот на этой, допустим, нет споронги. Вполне вероятно, что это стерильная вайка. А вот там могут быть и спороносные. Но пока точно не скажу, посмотрим, поживем. Хотя вот этот горшочек уже явно маловат моему асплениуму. Пора его пересаживать. Ну и пока мы смотрим на эти два моих самых крупных асплениума, немного расскажу о содержании. Их вполне можно выращивать в комнате. Но не на южном окне, а там где-нибудь внутри комнаты или на северном подоконнике. То есть свет ему нужен, но достаточно скромно рассеянный свет. В темноте, конечно, он расти не будет. Влажность поливать нужно регулярно, чтобы он не пересыхал. Влажность воздуха он тоже любит, но как вариант, не обязательно его прям держать в теплице. А вот так, если поставить на поддон насыпать туда керамзита или постелить маты и поливать регулярно, то влажность вокруг него будет достаточно вполне. Ой, я вот тут сегодня только заметила, что это воспринимание у меня разросся и вайки стали вот такие прикольные. Были-то они простые. Вот, вот такие вот. А тут начали разрезаться, раз, разрастаться вот таким узорчиком. Не знаю, какой сорт, понятия не имею, просто покупали как асплиниум. Но, еще раз повторюсь, это вот из вида гнездовых розеточных. И вот здесь тоже розеточный в виде гнезда. Как его размножать? Делением. Ой, честно говоря, у меня рука не поднимется, вот, резать пополам вот эту розеточку красивую. Где-то он практически не дает. Ждать споры, сеять их и долго-долго выращивать, ну, терпеливым цветоводам, вполне себе по силам. Потому что они и споры дают, и споры сходят хорошо. Просто это очень долго. Но интересно зато. Если место есть, то, пожалуйста, все эти споры поставьте их в закрытый какой-нибудь контейнер на свет. Постоянно увлажняйте, проветривайте. И со временем у вас зайдут маленькие-маленькие асплиниумчики. Потом распикируете и будет вам счастье. Ну, и может и не вам, а кому-нибудь из ваших покупателей. Так, теперь посмотрим, какие еще у меня асплиниумы есть. Вот еще два асплиниума, которые покупала в магазине. Вид у них, конечно, не такой красивый, как у предыдущих. Вот здесь асплиниум сороконожка. Он вообще начал сохнуть. Потом какие-то вредители у него появились. Я его разделила, обработала и только-только вот начали отрастать свежие уже домашние листики. Вот это вот старые поврежденные. И посмотрите, почему он сороконожка. У него вот такие асплиниумы как лапочки. Вот сороконожка. Скалопендровый он еще называется. Скалопендровый это сороконожка. Вот такой вот у нас асплиниум сороконожка. Ну, будет красивый. Я уверена. Вот это молодой листик. Посмотрите, какой он славненький. И такие вот пушистые-пушистые новые вайки разворачиваются. Прикольненький. Вот это мой любимчик. Капризульчик. Ой. Асплиниум драгонтейл. Я с ним намучилась. Севин сушил и сушил вайки. Никак не рос. Потом поняла, что ему влажность нужна и поставила на фитиль. Маленького горшочка фитильного у меня нет. Только большие, полуторалитровые. А ему еще рановато в такой горшок. Поэтому вот так вот приспосабливаемся на баночке. Ну, он какой красивенький. Действительно, хвост дракона. Смотрите, какие вайки они. У основания пошире, а потом сужаются и как будто хвост дракона изгибается. Вот он такой. Сейчас давайте другим ракурсом посмотрим. Вот сверху интереснее смотреть на него. Ну, посмотрите, какой хорошенький. Пока маленький. Я не знаю, честно говоря, до какого размера он вырастает. Не нашла пока информацию по размеру его. Но будем переваливать постепенно по мере освоения грунта. И в конце концов узнаем его пределы. Но он растет, думаю, не таким гнездом, как предыдущие. Что там у нас? Наверное, да. Даже несколько точек роста его можно будет со временем и поделить. Это меня радует. Значит, будут дети у этого красавчика. О, вспомнила. У меня же есть еще один осплениум. Да, я не знаю точно. Но, скорее всего, это осплениум. Вот из того же вида. Похоже, правда? И мы его не покупали. Мы его добыли в Абхазии. Катерина соскребла с какой-то скалы около водопада. И вот так мы его привезли и вырастили. Он похож на то, что я купила в магазине. Такой кудрявенький какой-то. Может быть, чуть-чуть будет отличаться. Ну, посмотрите. А так-то похож на сороконожку. Ну, подрастет. Надо будет определять. Папоротников определяют по тому, как расположенность по ранге. Если, допустим, у цветущих растений определяют по форме цветка, к какому виду относить растения. То у папоротников, помимо того, что лист, там куст и все такое, еще расположение с по ранге. Вот такой вот у них сортовой признак. Нет, вернее, видовой признак, как расположены с по ранге. То есть, будем ждать. Вот если так будут расположены вот у этого малыша, значит, они с одного полиягоды. Вот такие оспления у меня есть. Их совсем-совсем немного. Хотелки есть? Покажу вам. Покажу, покажу обязательно. Сейчас несколько фоточек, которые мне хотелось бы еще поиметь. Из Абхазии мы привезли не только этого малыша, но еще несколько росточков папоротников. Они относились к разным группам. Не все, конечно, выжили. Такое варварское отношение. Выковырить из скалы, везти потом через всю страну. Ну, ладно, через полстраны. Через границу. Ну, кое-кого выходили. Я покажу вам еще Птереста потом, когда буду про Птереста рассказывать. И один еще маленький папоротничек подозреваю, что это тоже Асплиниум. Но совсем другими листиками. Ладно, об этом потом. Я же не последний раз вам обзоры снимаю. Так, что бы я еще хотела из Асплиниумов? Пожалуй, вот этих вот кудрявеньких, которых я видела, в принципе, в магазине и в интернете. А еще хочу вырастить большой-большой Асплиниум с широкими-широкими гладкими и длинными листьями. Просто интересно. Нравятся мне большие растения. Ну, вот так коротко я рассказала про Асплиниумы, чем они мне нравятся, что достаточно неприхотливы и вполне себе хорошо себя чувствуют большинство сортов в комнатных условиях. Ну, а следующий обзор будет уже о других моих папоротниках. Спасибо. Спасибо.